Ребят, всем привет! И после моего честного отзыва на Chevrolet Aveo после трёх лет владения, было в комментариях очень много вопросов, какую же машину лучше взять. Chevrolet Aveo, Kia Rio, Solaris, Granada, Vesta и так далее. Я вам скажу так, что прежде чем покупать машину, хорошо подумайте, нужна ли она вам вообще. Потому что если вы считаете, что купив машину вы станете счастливее, то вы ошибаетесь. Пройдёт неделя-другая эйфория радости, и вы станете ещё более несчастны, чем были до этого. Потому что начнётся ТО, страховка, штрафы, ремонт, не дай бог ДТП, мудаки на дорогах, кто-то подрезает, пробки, стрессы. Поэтому хорошо подумайте, нужна вам машина всё-таки или нет. И если вы решили, что машина вам всё-таки нужна, то если это новые автомобили, выбирайте ту, которая вам больше всего удобна, в которой вам комфортно. И смотрите, конечно, на рентабельность, чтобы она не сильно упала в цене. Если же это бушные автомобили, то здесь нужно смотреть на состояние конкретного автомобиля. И нельзя сказать, что там Chevrolet лучше, чем Rio. Какая-то конкретная Chevrolet может быть лучше, чем конкретная Rio, либо наоборот. И если вы не шарите в машинах, то лучше воспользоваться услугами автоподборщика, либо попросить каких-то знакомых, которые шарят в машинах. Если вы, например, молодой парень, и вам хочется понторезку, и вы думаете, что взять какой-нибудь старый Mercedes, BMW или новую бюджетную машину, то, знаете, в некотором случае стоит наступить на грабли самому. У меня у самого был старый Mercedes, и после этого опыта я понял, что всё-таки я хочу ездить на новой, на бюджетной, но новой машине. И ни в коем случае не советую влазить в кредиты. Берите всегда ту машину, на которую у вас хватает денег. А если вам не хватает немножко на какую-то машину, которую вы хотите, то лучше подождите и подкопите. Всё, ребят, всем добра, всем мир, пока.